вышел на борьбу, он победил Голиата. И в этот промежуток времени, когда Давид победил, Иоаннафан, который является наследним принцем, то есть сыном Саула, Давида возлюбил его. И тут есть такое очень красивое выражение, которое говорится в книге Царств, 18 главе, говорит, когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилипилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. То есть один из таких самых главных моментов взаимоотношения людей, я сейчас все, что буду говорить, это будет сказано про дружбу, не воспринимать, как про брак, ладно? Это именно пребывание в любви. То есть когда мы прилипаемся друг к другу, и взаимосвязь у нас становится именно при последствии Господа нашего Иисуса Христа, потому что, опять же повторюсь, если Он не является основанием, то все теряет смысл. И как проявляется эта любовь, я выделил некоторые аспекты из их дружбы, и как она проявлялась. Первое, например, в той же самой 18 главе, говорится о том, что «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, так же и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». То есть здесь говорится о том, что дружеских взаимоотношений только даем, мы ничего не берем взамен, так как поступил Иоаннафан. Он отдал все самое нужное, что может быть, а как мы знаем, когда идет война, что может быть дороже меча и одежды, больше ничего. Но так как его душа прелюбилась к душе Давида, он отдал все самое ценное на тот момент, что у него было. Дальше это идет доверие. Когда они вернулись после победы, весь народ встречал Саула и говорили, «Царь Саул победил тысячи, но Давид победил десятки тысяч». И из-за этого Саул позавидовал славе Давида и подумал, что в какой-то промежуток времени Давид может его свернуть. И начали гонения на него. Точнее, он захотел его убить, но это он хотел сделать не на показ, а случайным бросанием копя, случайно задел и так далее. И об этом узнает Иоаннафан и Давид. И тут идет уже доверие между друзьями. И как это описывается в той же самой Библии. В первой книге Царств, в 20 главе, первый стиль говорится о том, что Давид убежал из Нафафа в раме и пришел и сказал Иоаннафану, «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я перед отцом твоим? Что он ищет души моей?» По факту, так как Саул был отцом Иоаннафана, он мог бы не довериться и подумать о том, что Иоаннафан тоже предаст меня. Но так как их дружба была искренней и взаимной, он абсолютно доверялся к своему другу. И все эти атрибуты я прочитаю для того, чтобы мы когда зададимся вопросом, есть ли у нас друзья, чтобы мы вспомнили, делимся ли мы всем, что у нас есть, и доверяем ли ему. И дальше я потом еще скажу некоторые вещи, которые есть. Дальше это быть готовым, помогать всегда и непрестанно. Это можно встретить в той же самой 20 главе, где сказано, «И сказал Иоаннафан Давиду, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». Мы должны понимать, чуть перенестись в исторический контекст данных событий и представить состояние Давида. То есть представьте, царь хочет его убить, он только что вернулся с победой, есть у него один единственный друг, который является сыном данного царя. И тут у них диалог строится очень интересно, потому что Давид очень настороженно подходил к общению, то есть сомнениями, пытался как-то вывести его на правду, но Иоаннафан реагировал так, чтобы Давид не сомневался в его дружбе. И также четвертый атрибут их дружбы – это любить своего друга. Это можно встретить также в 20 главе, в 17 стихе, где говорится, «И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу». Здесь можно сказать о том, что иногда нужно говорить своим друзьям, что мы их любим, что мы их ценим и дорожим ими, и чтобы у нас не было, скажем, таких потребительских отношений к своим друзьям. Дальше Иоаннафан надевял верой и направлял к Богу Давида. Это можно встретить уже в 23 главе, в 16 стихе. Я не быстро говорю? Нормально все? В 23 главе в 16 стихе сказано, «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего, Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». И Саул, отец мой, знает это. Смотрите, здесь есть очень интересно, что в 16 стихе, в первую очередь, он приводит его к упованию на Бога. Он не говорит о своей дружбе, а в первую очередь, что мы должны всегда полагаться на Бога. А потом он ему говорит, «Не бойся, не бойся». Это очень интересно выражение в Священном Писании. Где мы еще встречаем такое выражение? «Не бойся». Христос, когда говорит Петра. Иисус, Набин, Ангель, Правин. Такое выражение, когда мы даем утешение нашим близким, так же, когда сверхъестественно встречается с естественным. И он успокаивает его. И здесь еще что интересно, Иоаннафан признает помазание Давида. То есть он, по факту, должен был быть царем после Саула, но он говорит, что «И ты будешь царствовать над Израилем». Как мы знаем, Давид был помазан три раза. Первый раз он был помазан в доме отца. Второй раз он был помазан коленом Иудином, если не ошибаюсь. И третий раз всеми двенадцатыми коленами. Если ошибаюсь, Давид поправит. Но вернее, да, нормально. 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 То есть его помазание было три раза. И здесь говорится о том, что Иоаннафан не хотел... Для него было важнее не то, что он имеет династию, а в том, что он имеет друга. То есть для него друг был важнее его наследства. И здесь говорится о том, что я буду вторым по тебе. То есть он признает абсолютно то, что Давид глава. Но это уже он так же надеет на Господа и так далее. И я бы хотел немного отойти из книги царства и показать еще один пример дружбы, которым можно встретить у Иова в шестой главе. Сейчас, одну секундочку. Что еще должны делать друзья? В четырнадцатом стихе говорит, «К страживающему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю». То есть понимали, да? То есть все взаимоотношения между людьми приводят опять же к Богу. То есть без Бога все не имеет смысла. И он говорит, повторюсь еще раз, «К страживающему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю». Иоаннафан и Давида история была тем, что Иоаннафан умер, а Давид стал самым великим царем и продолжил свою деятельность и передал свою власть своему сыну Соломону. Но его история очень интересная. И когда кто-то говорит, что нет на свете повести «Печальный чувак о романах в жилете», я с этим не согласен, потому что для меня печальнее дружба Иоаннафана и Давида, когда они в полноте не исполнили свою дружбу, и один из них умер по стечению обстоятельств. И в книге «Притч» есть такое выражение, призыв к дружбе, что если мы хотим быть хорошими друзьями, в 18 главе говорит, «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». То есть взаимоотношения друзей даже им надо возводить намного выше, чем взаимоотношения родных братьев или двоюродных. Я бы хотел, чтобы кто-то из вас сказал, «Друг каким он должен быть?» «Искренний». «Любящий». «Дружелюбный». «Дружелюбный». «Между девушками, надеюсь…» «Ты заговорил о женщине». «Хотел бы еще рассказать историю про Руфь. Знаем Руфь? Читали Руфь?» «Руфь тоже встречается в книгах Ветхого Завета, и там интересная история, что Руфь была моавитянкой, и она была выдана замуж за парня, который был представителем израильского народа, но суть в том, что муж умер, и она могла вернуться домой к своим родителям, вернуть свое наследство, выйти замуж за другого мужчину и жить богатой жизнью. Но так как она сердцем прилепилась к своей… Как называется? Матери Хан? А, к свекрови. Так как она прилепилась сердцем к свекрови, она осталась с ней. Это можно прочитать у Руфь. Сейчас я извиняюсь. И то, что она осталась с ней и не ушла. У этой женщины были… Было два сына, у Аберисыновей были жены. Но одна оставила и ушла, а вторая осталась с ней. Сейчас я извиняюсь, я просто хочу этот момент прочесть. В шестнадцатом и семнадцатом стихе Руфь говорит о том, что не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И там, где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и сделает мне Господь и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Понимаешь, такую возвышенную уровень? Она ставит свое уважение и дружбу к своей свекрови. Да, к своей свекрови. И она говорит о том, что я не отступлюсь от тебя, я откажусь от всего, то есть от второго брака, от наслаждений, от богатства. И я возвышу отношения именно дружеские. Я никогда не думал, что женщины могут дружить, но вот сейчас, в этом стихе, я понимаю о том, что такое возможно. То есть, когда человек настолько самоотвержен и настолько любит кого-то, что оставляет все, забывает себя и всего себя предпочитает ему. Тем более, к своей крови, да. Также я бы хотел привести несколько примеров из разных источников, и также из Библии, и из творений святых отцов. Например, в книге «Экклесиаз» говорится «Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Этот стих я именно поставил с изображением Руфи и Ноэм, потому что получается, что она могла спокойно оставить и уйти, но Руф осталась рядом и подняла ее, и в дальнейшем в жизни видно, что Руф очень хорошо жила. Дальше. «Не открывай всякому человеку твоего сердца, ибо он дурно, чтобы он дурно не отблагодарил тебя». Здесь уже в книге Иисуса Сираха говорится о том, чтобы мы очень тщательно относились к людям, с кем мы дружим, и всегда наши взаимоотношения должны, опять же, строиться на том, насколько человек будет небоязненным и имеет ли он страх Господень. Потому что тот, кто не имеет страх Господень, это очень шатный человек и далеко с ним не пойдешь, а тем более в Царство Небесное. Также у препятственного инфрема Сирина есть вот та мысль, которую я сейчас сказал. Он говорит, что «Если не тверд ты во нравах, не дружи с человеком, который слаб рассудком. Говорю же сие не с тем, что он внушался, как грешникам, но чтобы когда он потерпел от него вреда, и он от тебя». Здесь говорится о том, что если у нас такой дурной нрав, и мы попадаем в общество, где люди тоже не умеют стоять стойко на истине, чтобы мы не ходили в такие компании. Потому что дурные сообщества разращают добрые нравы. Мы должны это помнить и мы не должны думать о том, что мы раз каждого с тем не ходим на литургию предчищаем, что у нас капец такая сильная вера, чтобы мы все осознанно понимали, где мы, с кем мы и к чему мы призваны. Субтитры создавал DimaTorzok из-за того, что он может всегда дать мод. И самое интересное то, что я вчера разговаривал с Давидом, не с этим Давидом, с другим Давидом. Чтобы из литературы привести пример, и я не понял, о чем рассказать, но так как у меня есть одно просто гениальное, просто любимое мое произведение, одно из самых любимых, это «Блосилин колец», все знаем, да? Посмотрели? Кто смотрел? Поднимите руки. Только в следующей ферме все посмотрят. Да, там была такая дружба, как у Фродо и Сэма. Да. И здесь есть выражение Клайва Льюиса, он говорит о том, что «друг – это твое второе я». Как говорили в древности, человек, на которого можно посмотреть и увидеть отображенным в нем себя самого, но чистого, освещенного, увидеть в нем свою красоту, как бы отраженную в зеркале любящих глаз, любящего сердца. То есть, здесь Клайв Льюис передает качество, которое мы должны увидеть в друге. Это красота освещенного, красота и отражение в зеркале любящих глаз, любящего сердца. То есть, настолько должно быть наполнено отношение между друзьями, любовью, что оно должно быть прямо против освещенным. И, как говорит Господь Христос, это уже относится ко всем христианам и вообще по отношению ко всем людям, Господь говорит, что «заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, если будете иметь любовь между собою». Вы будете моими учениками, если будете иметь любовь между собою. То есть, совершенное, опять же, взаимоотношение между людьми – это дружба. И в Евангелии от Иоанна, в пятой главе, есть такой отрывок, сейчас открою. В пятой главе, помните, было такое событие, когда там был холодец, где больной должен был зайти и спиться, и кто первый зайдет, и выздоровеет. И там был человек, который был болен, и он не мог зайти туда. И человек это отображал, отображал тем, что у него не было друга, кто бы помог ему. И здесь говорит, так. Начни с шестого. Начни с шестого. Пятый Иоанн. Пятый Иоанн? Да. А стих? Шесть. Ага. Иисус увидел, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. То есть, вот здесь вот отображается именно состояние человека, который не имеет друга. То есть, он оказывается больным. Это можно соотнести как физические боли, так и душевные боли. Потому что, потому что тот, кто не имеет друга, как говорит Иоанн Затаус, тот не имеет ничего, то есть, даже лишен богатства. И я не хочу очень долго говорить про это, потому что я всю основную мысль уже сказал. Еще дружбу я могу говорить долго, потому что, кто меня знает, знает, как я люблю дружбу. Единственное, что хотел бы на последок сказать, чтобы мы не забывали, что всех нас, то, что мы здесь едим, собирает только Господь. Мы сюда пришли, не потому что мы классные, решили уделить время для Бога, но потому что Господь прежде нас призвал сюда. И когда Он нас призвал сюда, Он сказал, любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть, основополагающее взаимоотношение людьми, которые поклоняются, которые почитаются истинному Богу, должны иметь страх Божий и любовь. Нет, я хочу, чтобы это... Про дружбу мне в принципе все рассказал. Лучше некуда. Единственное, я добавлю от себя кое-что. Почему? Потому что, поскольку мы живем в злые времена, как говорит апостол Павел Диморфеев, что времена злые, вот все эти отношения, которые были частными между Давидом и Янафаном, хотят развратить развратники и показать вот голубым контекстом. Вот видите, у них была другая дружба. Ну, понятно, что извращенные люди, они все видят в извращенном как бы свете, как говорится. Если у тебя очки голубые, все будет на голубом свете. Надо объяснять и посмотреть на все это в принципе как есть. Но вот говорящие так, они никак не могут противостоять ни как по контекстуальной критике или по контекстуальной критике. То есть, как контекст, так и текстология показывают, что это просто абсурд. Во-первых, сам по себе книга Девитой и 20-й и 18-й главы говорят, что не ложись мужчиной как женщиной. И говорят, если кто-то там будет этого сделать, то он по вине смерти говорит, и кровь его на небо. То есть, что это не может быть. А то, что касается отношения Давида Иоанн Афаном, что он возлюбил его как душу свою. В принципе, это тоже все исходит из текста Ветхого Завета, когда говорится, например, в книге 2-й законе, по-моему, 13-я глава, что если даже друг твой, который как душа твоя, то же самое повторяется, что, например, скажет тебе, пойдем поклоняемся и богам, и не иди за ним. То же самое. То есть, ты своего друга любишь как свою душу. Или свою жену любишь как свою душу. Там договорят, Давид, когда плакивает Иоанн Афан и говорит, твоя любовь была для меня дороже, чем любовь к женщине. Это не означает, что там какая-то особая любовь. Это говорит о том, что он его любил больше, чем своих жен, он любил его больше, чем семью и все остальное. То есть, это самоотверженности, а не какой-нибудь другой любви. То, что говорит Бог Иоанн Афан заключил союз. Союз был чисто политический. Там есть слово, которое как раз имеет политический контекст. Когда он дал свои действия, доспехи и дал свой перелез. Давиду это как раз означает, что человек принимает союз и принимает верховенство, что Бога. Давид, действительно, он помазан, и он будет царствовать. И не более того. Так что, когда мы анализируем текст, мы понимаем, что ничего такого тут нет. То же самое, говорит, вот они целовались. Ну и что в этом называете, много целовался. То есть касается мужчин. То есть первая книга Циаса Самуи целовал Давида, например. Давид целовал Авесолома. Давид целовал, например, второй Циаса, там, развилая своего друга, которому 80 лет. И все такое. Но это не означает, что там есть какой-то другой контекст. Ну я говорю, просто речь, как Анна говорит, совсем о другом. То есть шла, это говорится о дружбе. О дружбе, а не о чем-нибудь. С другом. Даже если брать это заветный концепт, я просто у любого брата могу так сказать. Люблю как свой душ. Ну да. В такозаконних говорит, даже если свой друг, который как душа твоя тебе скажет, что пойдем поклоняемся, вот он намекает, что видит, а ну да. бог всегда превыше всего. То есть даже если он тебе будет там намекать и то вот вопрос, то тебе ответ каил. Ну вот. Ну в принципе есть какие-то вопросы? Да. У кого? У меня только два вопроса. Первый вопрос к Армену и второй тоже к ним. Как ты думаешь? Как ты думаешь? А как ты думаешь, может перед человеком быть много настоящих друзей? И в каких случаях ты можешь перестать любить с человеком, учитывая то, что ты как бы воспитан и стараешься вести христианскую дружбу и при этом знаешь, что христианство всегда нужно с ними сокращать, любить. Любить. И что тебе может помешать продолжать любить с человеком? Я сейчас минимум вижу 20 своих братьев примерно, даже если будет может больше, которые еще многие не пришли. Но за них потом отдельный спрос. Как у всех, но у меня друзей много и слава богу за каждого из них. Я надеюсь, что я для них тоже хороший друг, но они для меня прекрасные люди, которые напоминают, кто я и главный напоминают о смерти. О том, что я не вечен, я должен думать о том, что у меня есть душа, а душа должно быть чистым. Как бы она не так, к сожалению, но должно быть так. И они мне это напоминают. А дальше что было? Я забыл. А, при каких условиях перестать дружить? Если они отталкивают от Бога, эти призывают к греху. короче, если они отдали от Бога, то. Все, Лед, есть? Да. Лед, я наше наслеченную тему хотел задать вопрос. Я слышно? Да. Когда касаюсь Ветхого Завета, вспомнился в этот момент, как момент, сейчас такая тенденция появилась, что среди некоторых наших кишказан и среди людей вне церкви отсутствует понимание один Бог, два, три Бога. Кто такой Бог? Какие свойства он имеет? И хотелось бы такой вопрос задать. Где Георгий Завета говорит о множественности Бога, которая очевидно есть в новом Завете? Вопрос большой, конечно. Прямо вот ответить по полной, как ты задал, в принципе, за несколько минут не удастся, но где в Ветхом Завете сказано, да, ну, в принципе, сразу, если вы сядете, открыть книгу в Вите, первые слова, вот, земля же была безвидной из густа и цеманат бездною и Дух Божий носился над водой. То есть тут уже мы видим двух боков, если вот так говорить, да, то есть и Дух Божий, который носился, и еще и Бог, да, Дух болит, а его Дух носился. Вот, поэтому вопросы всегда были, конечно, спорные. Почему мы считаем, что Бог переедит? Ну, потому что, во-первых, так учит Библия, так учит церковь, прежде всего, которая написала Библию. И не бывает так, что вот у кого-то вдруг поможет и он берет, читает книгу, да, и все ошибались, а вдруг у него открывается истинка. Да, то есть получается церковь 2000 лет ошибалась, а там вот такой крутой у него появился какие-то там эти благодатные всплески в голове. А если более конкретно, вот я говорю, надо, если более конкретно, если ты не доверяешь христианству, ну, говорят, вот, там отцы церковь исказили, все сделали, триадийствовали и так далее, до этого, типа, до первых словов такого не было, и все такое, тогда, пожалуйста, возьмите, читайте творение Равейна, посмотрите, что они думают об этом. Ну, типа, единобожники, типа, одного бога верили. Даже если долго не будешь копаться, там, и будем читать, например, современных самых приятельных иудаистов, никогда не думали об одном боге. Для них бога было как минимум два, а то и три, потому что многие Раввины говорили о божественном происходении Мессии тоже. То есть то, что было еще в Ветхом Завете еще у Раввинов. Понимаете? То есть так не бывает, что вдруг христиане пришли и что-то вот так придумали. А кто такие были первые христиане? Ну, были часть из лилитов, в принципе. То есть то же самое потомки Раввинов и в принципе Раввини. Вот чем делать. Поэтому не бывает так, что кто-то взял и вдруг с воздуха что-то придумал. Надо иметь под собой всегда основу, иначе это учение дальше не пошло. Не будем углубляться вот это. Если человек хочет узнать об этом, пусть возьмет книгу Риста Сантал и Мессия в Ветхом Завете в свете равнистических учений Мессия в свете равнистических учений Возьмите читайте. Там четко говорится как раз равнистическое учение в частности о святой троице. Там есть как раз можете взять и посмотреть. Но я не буду сейчас привести примеры например Рисая 48 и другие части как бы из псалмов там сказал Господь Господу Моему что цитирует Христос. Потому что эти люди когда говорят межхристиане они осомневаются ну тогда они христиане доверяют значит они не христиане потому что если они ставят под сомнение слова Христа они не христиане они должны определиться сами. Третий момент если оставим опять же новозабетные в сторону что Христос сказал прежде чем маунах ягод все такое то же самое в Евангелии Атиан есть такой интересный момент когда приходят Христа арестовать когда говорят когда он говорит кого ищите они говорят Иисуса из Назария Иисуса Назария он говорит это я и они все падают на землю на самом деле если сибирито взять он не говорит это я это означает я тот а не ху то есть я тот то есть я есть тот понимаете поэтому они упали на землю почему они раньше на землю не упали когда он ходил перед ними разговаривал проповедовал то есть он себя объявляет Богом поэтому они падают на землю вот потому что он неоднократно когда прямиком эти слова произносит это страшные слова какой человек может сказать я Бог понимаете потому что он себя вообще сейчас суждает на смерть если он врет но поскольку люди видели его дела они испугались и пали на землю вот поэтому они падали на землю вот или когда первосвященник спрашивает Христа то же самое говорит ты не говорит Христос Сын Благословенного уже он первосвященник уже называет его сыном то есть первосвященник уже сам не принимает что Бог один потому что по крайней мере Сын Благословенного он и есть в принципе Бог поэтому он не говорит ты говоришь это означает да и увидите меня пришедших на облаках вот сидящих отец то есть отца отец отца может сидеть только Бог то есть он этим делает равным Богу поэтому осуждали на смерть и сказали Пилату что он делал себя равным Богу то есть его враги уже считали что он себя называет Богом поэтому те которые говорят вот Христос себе он сын Бога он не Бог он всего лишь сын Бога такой же удачи можно сказать если ты человек и твой отец человек и ты сын человек значит ты совсем не человек а например баран то же самое получается если сын человеческий человек то сын Бога тоже Бог тем более что он не сотворен а рожден понятно то есть ну если как бы подытожить просто пусть возьмут вот эти книги которые я назвал и читают пусть возьмут и читают и больше ничего а потом можно уже более конкретно говорить просто добавлю одно предложение мне кажется вся красота именно Боговоплощения в том что когда мы спрашиваем где Бог когда я страдаю есть ответ я страдаю вместе с тобой то есть Господь Он не находится где-то там и сидит и смотрит где-то ему такой ништяк ему такой ништяк когда нам больно когда наша душа прямо болит Господь также страдает вместе с нами и это произошло последствием Боговоплощения и вся красота именно христианства в том христианства и христианства в том что из-за отом То есть какого-то человека и нас принесли в жертву. Если Христос какой-то пророк, или какой-то праведник, или очень-очень какой-то кто-то, но не Бог, тогда один праведник умер за человечество. А таких праведников сколько? Видите, матросов и заканчиваем там сердце дампы и все такое. Пожалуйста, в таких людей очень много, которые умерли за справедливость, за любовь к человеку и так далее. Но искупить человек сам по себе без божественности не могут. Значит, Бог у себя на высоте какого-то праведника послал на смерть, а он у себя весь в славе, в своем удовольствии. Ему абсолютно все равно люди страдают или не страдают. Как раз резюмник христианства в чем тут? Христианство показывает, что Бог на самом деле любит человека. И Богу не все равно страдания каждого человека, в отличие от других религий. Субтитры создавал DimaTorzok Я лично дружу, но моя дружба заключается в том, чтобы в личный раз напомнить о том, что есть что-то выше. Но я общаюсь со всеми, у меня нет таких разделений. Да, у меня есть один друг мусульман, хороший, очень парень, адекватный, и у него такое доброе сердце, что... Но суть в том, что там нет спасения, мы должны это четко... Я сейчас скажу, чтобы правильно поняли, то, что с ним дружит, не значит, что я согласен с его религией, да? Я согласен с ним как с личностью, и как личность мне очень нравится, я очень люблю его как человека, и я лично раз ему говорю о том, что, бружбан, ты не там находишься, да? Да. Провокационный вопрос какой-то был? Мужская женская дружба. Мужская женская дружба? Мужской женщины. Если я сейчас отвечу на этот вопрос, просто половина женщин выйдет, давай не буду? Я, если вы хотите мой ответ услышать... Да, да. Да, именно мой ответ.